Первые выпуски областных газет, старинные диктофоны и камеры. Губернатору Алексея Русских показали эскиз будущего музея региональной журналистики. Новый выставочный проект придумали в областном отделении Союза журналистов. Экспозиция небольшая, но каждая вещь заслуживает отдельного внимания. О дореволюционном периоде, например, свидетельствует печатная машинка 1904 года. В планах также восстановить редакцию старейшей газеты региона Ульяновской правды. Мы высоко оценили этот проект Союза журналистов России. Верю, что он может стать интересным и очень важным культурно-образовательным центром. С удовольствием пойму участие в обсуждении основных направлений работы музея. Особенно мне интересно, как выставлены работы с молодежью. Губернатор поблагодарил ульяновские СМИ за всестороннее и объективное освещение жизни региона. Прошла также церемония награждения. Отметили журналистов и операторов, которые в разгар пандемии снимали репортажи из самых горячих точек ковидных госпиталей. Которые наравне с медиками надевали защитные костюмы и работали в красной зоне. От телеканала Уллправда ТВ грамоты получили Ренат Алюлова и Александр Кудряшов. За многолетнюю службу и вклад в региональную журналистику почетным знаком губернатора за безупречную службу наградили Владимира Лучникова. В этом году Владимир Александрович отметил 65-летний юбилей. А в СМИ он трудится с 1985 года. Суть журналистки не изменилась. Технически журналистика шагнула далеко вперед. То есть я вспоминаю свои первые репортажи с хоккейных матчей в Волге, когда я приходил на трибуну. Сначала самый первый матч мороз, 20 градусов, у меня блокнот, ручка. И кто-то забивает гол, я пытаюсь записать, а ручка не пишет. Потом со следующей матча я уже ходил с двумя карандашами. Благодарственными письмами также наградили сотрудников газеты «Православный Симбирск» в честь 25-летия издания.